МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Отменить нельзя разрешить, где же поставить запятую, когда речь идет о гаджетах, которые сегодня повсюду. Они слышат, видят, поют и помогают. Давно привычные нам телефоны превратились в навороченные смартфоны со множеством полезных функций. Во всей этой электронной паутине повязли дети. Врачи, родители, учителя выходят на борьбу с электроникой и работают сообща, чтобы результат не заставил себя долго ждать. Но есть такие, кому новые технологии помогают. Например, сделать шаг вперед в науку. Так быть или не быть? Попытаемся найти ответ. Для подростков современные гаджеты – это средство общения со сверстниками и поиск информации во всемирной паутине. А некоторые даже научились создавать невероятные вещи посредством гаджетов и видят в этом исключительно положительную сторону и результат. Знакомьтесь, Евгений. Обычный ученик обычной могилевской школы. Свою привязанность к компьютерной технике он направил в созидательное русло. И вот одна из первых его полезных разработок. Гаджеты очень упрощают жизнь. И я когда-то, мне понадобился электронный органайзер. Я решил воспользоваться стандартным. Но я посмотрел, он был совсем неудобный. Евгений создал собственное мобильное приложение Smart Organizer. Тем самым стал гордостью учителей и примером для друзей. Идею оценили и на областном этапе конкурса «100 идей для Беларуси». Так, что Женя презентовал свой проект в республике. Идея создания приложения полностью принадлежит Жене. Моей задачей было только организовать его работу, подсказать что-то по дизайну приложения и помочь в оформлении документации для подготовки к конкурсам. Скажи, чем он отличается от стандартных приложений, которые есть в каждом смарт-коне? Ну, первоначально синхронизация данных между устройствами. Напоминание по времени динамическое, которое срабатывает, когда пользователю наиболее удобно, такого нет ни в одном органайзере. Ну, напоминание по месту, хоть и есть в стандартном приложении, но оно реализовано недостаточно удобно. Мысли связать жизнь с научными разработками в сфере IT появились у парня еще в 10 лет. Именно тогда ему и подарили первый ноутбук. Я думаю, о любимом уроке спрашивать не нужно. Все и так понятно. Я увлекся информатикой еще шестого класса. И когда мне подарили макбук, появилась возможность создавать приложение для айфонов. Я начал воплощать свои идеи в реальности. Запускаем приложение. Здесь можно создавать текстовые заметки, а можно составить список покупок. Если желания печатать нет, можно написать или нарисовать. А еще есть возможность выбрать место и время. Ну и как после этого не восхищаться веком цифровых технологий? Возможно, в будущем имя этого обычного девятиклассника станет в ряды с известными Билл Гейтсом или Стивом Джобсом. Даже при незнании английского есть очень много русской документации, различных видеороликов, статей на разных личных платформах, по которым можно спокойно научиться программировать и воплощать свои идеи в реальности. И как теперь поспорить о плюсах и минусах гаджетов? Молодежь просто идет в ногу со временем и не перестает удивлять. Это большая гордость. Это повышает как нашу самооценку, так и самооценку наших учеников. И сразу мы окрыляемся и думаем, мы достойны большего и идем дальше и дальше. Сегодня дети лучше взрослых справляются с навороченными смартфонами, планшетами и ноутбуками. И мало кто из них вспоминает, еще пару десятилетий назад, чтобы не отставать от современного мира, приходилось иметь целый ворох девайсов. Вот они. Кассетный плеер. Четыре кнопки, кассеты, наушники и батарейки. Все, что было нужно для прослушивания любимой музыки. Фотоаппарат, пленку которого нужно было проявлять в специальных лабораториях и только потом увидеть, что получилось. Первые часы с мелодиями и даже будильником. Видеомагнитофон, чтобы смотреть любимые фильмы и мультики. Игра «Тетрис», популярная как среди детей, так и взрослых. По-настоящему народная приставка «Дэнди» с желтыми картриджами и знаменитой игрой «Марио» была самой популярной игровой консолью. А еще помните «Пейджер»? Ну вот, не прошло и двух десятков лет, и все это соединил в себе смартфон. Теперь дети дадут фору любому взрослому в пользовании современной чудо-техникой. Это телевизор, планшеты и телефоны. Это вещи, через которые сейчас нужны всем. Это телефоны, планшеты, компьютеры, ноутбуки, без которых сейчас не может никто обойтись. Это неотъемлемая часть нашей жизни. Это приборы, по которым можно общаться, узнавать нам интересную информацию. Ну вот, к примеру, телефон, гаджет. Ну, наверное, да, потому что как бы я без телефона вообще с ним могу никуда пойти. Ну, я не скажу, что зависимая. Ну, просто иногда проверяю соцсети. Нет. Ну, не так, чтобы было зависимо. Ну, пользуюсь ими часто. Телефоном и ноутбуком. Ноутбук, мобильный телефон. Телефоном, компьютером. Это трудный вопрос. Может, на неделю. Могу надолго отказаться от спокойных гаджетов. На неделю-две. Играю в телефоны. Ну да, по выходным тоже. Я тоже играю, только в компьютер, в фланшет. И у меня там есть Том-2. Это моя самая любимая игра. Там есть такая игра, которая мне так понравилась. Но хорошо ли это, когда вместо погремушки в руках малыша гаджет? К сожалению, часто различные девайсы становятся единственным развлечением для многих детей. И незаменимо помощником для родителей. Помню, как выручал смартфон и меня, когда приходилось включать ребенку мультфильм, дабы справиться с домашними делами или, например, накормить кашей. Но не стоит забывать, что всему есть предел. Поэтому главное не переутерствовать. Почему детям нельзя находиться в телефоне больше 15 минут, хорошо знают врачи. Из-за того, что взгляд фиксируется на близком расстоянии на одной точке, в данном случае на экране телефона, мышца внутри глаза, отвечающая за перевод взгляда от близкого расстояния на дальнее, спазмируется. Если этой проблемой долго не заниматься, и школьник продолжает сидеть в телефоне, развивается близорукость, при которой помогают только очки. Вот они, глаза. Удивительный дар природы. С них начинается познание мира. Но как сделать так, чтобы улыбки детей не омрачила болезнь? В Могилевской гимназии номер 4 реализовали проект «Здоровый класс». Поэтому здоровье наряду со знаниями в приоритете. Один урок окончен, ребята приступают к другому. Учат соберечь свое здоровье. Нужно делать зарядку для глаз и много не сидеть в планшете, в телефоне и в компьютере. А глазки как свои лечишь? Делать зарядку. У меня есть тренажер, гимнастика для глаз. Я делаю эту гимнастику каждый день, чтобы мое зрение не падало. Проводим всевозможные профилактические и игры, и беседы. И, естественно, физкульт-минутки для глаз это ежедневно на уроке, где проходят буквально 2-3 минуты, чтобы глазки отдохнули, потому что пишут очень много. Но и самое главное, это проблема гаджеты. Это телефоны, которые мы используем только для того, чтобы позвонить маме, а игры практически изъяты. В класс входит доктор в белом халате. Он тоже учит ребят, как правильно следить за здоровьем и беречь глаза. В этом классе за время реализации проекта из семи детей два ребенка очки сняли. Зрение улучшилось. Я перестала играть в телефоны. Покажи, как ты делаешь. Из-за того, что с каждым годом все раньше родители дают детям телефоны и планшеты, чтобы облегчить себе немножко жизнь, возраст обращения с жалобой с настижения зрения уменьшился. То есть, если десятилетия назад обращались ученики пятых классов и старше, то сейчас уже в первый класс часть детей идут в очках. Телефоны в рюкзаках, книги на партах. На доске специальный тренажер. О вреде, который могут оказывать модные девайсы, детям напоминают постоянно. И в школе, и дома. Потому что они бывают слишком яркие для глаз. И они вредные. А кто тебе об этом рассказывал? Ну, дед и бабушка. Ну, так папа иногда бывает рассказывает. Чтобы не скучали малыши по мультикам и не тянулись лишний раз в портфель за телефоном, на переменках развлечений хватает. На такую динамическую разминку ребята выстраиваются каждое утро. На данный момент здоровый образ жизни – это то, на что мы можем повлиять. И в первую очередь данный проект – это здоровый класс, здоровая школа. Он нацелен на то, чтобы в последующем у нас была здоровая нация. Хотите, чтобы ваш ребенок всю жизнь видел хорошо, а уж если ему суждено носить очки, надел их как можно позже? Тогда соблюдайте золотые правила профилактики. Ведь отказаться от различного рода техники в современном мире вряд ли получится. Да и они, честно сказать, призваны во многих вопросах помочь облегчить нашу жизнь. Все, что касается ребенка, все смотрю в телефоне, в интернете обязательно. Я ничего плохого в гаджетах не вижу, если только, конечно, слишком долго дети не сидят. Помогают, я думаю. Но если они, конечно, не заболели этим делом. Очень даже помогают. Можно и колыбельку включить, и мультики, когда мама сильно занята, включить. Современные педагоги тоже берут на вооружение гаджеты. Например, интерактивная доска поможет более интересно подать тему занятий. Такое обучение считают перспективным в Могилевской детской библиотеке филиал номер два. Вот в рамках литературно-творческой мастерской «Арт-кидс» на праздник пришли малыши из 42-го детского сада. Малыши попали в сказку «Теремок» при помощи интерактивных элементов и веб-приложения. Которые могут помочь как-то разнообразить наши просто библиотечные литературные мероприятия. Ну и, естественно, современные и молодежи, и детям любого возраста это более интересно, чем обычное библиотечное мероприятие. Они учились рисовать, угадывали лесных зверей и все с использованием новейших технологий. Одним нажатием на экран строится дом и ребята пускаются в пляс со сказочными героями. По довольным лицам малышей видно. Все в восторге. Мне понравилось больше танцевать. Мне понравилось сказку читать. У меня есть тоже доска и там мультики. Я больше всех обожаю угадывать животных. Где? На вашей чудо-доске. У меня дома нету этого. А ты когда-нибудь раньше видел такую чудо-доску? Нет. Не могли современные родители в своем детстве и представить, что книги могут быть электронными, а друзья – виртуальными. И хотя они, несомненно, облегчают нашу жизнь, но использовать их нужно с умом, в меру и по делу. Ведь в жизни самых маленьких должны присутствовать и семейные прогулки в парке, совместные рисунки и живое общение со сверстниками. Ну а самое главное – здоровье. Его не заменят никакие девайсы. По данным Всемирной организации здравоохранения, почти 1 миллиард 800 миллионов человек во всем мире пользуются смартфонами каждый день. Так, по проведенным исследованиям, известно, что средний пользователь проверяет свой смартфон около 150 раз в день. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова